В Борисове погибло 5 человек Согласно действующим правилам, дымовые и вентиляционные каналы в таких домах должны проверяться работниками домоуправления раз в квартал. Но на практике этот график зачастую не выдерживается. Жители просто не открывают специалистам двери. То ли птица случайно попала, то ли еще какой-то завал канала или засорение случайно может быть при ремонте, при каких-то ремонтных работах на кровлях и так далее. Поэтому определяется и потом уже эти места определяются визуально и рассматривается вопрос о ремонте и прочистке этого вентиляционного канала или же устранении какого-то засора. Еще одна проблема – правильность эксплуатации газового оборудования. Люди пренебрегают элементарными правилами безопасности. Дело доходит до того, что в некоторых квартирах угарный газ принудительно подается невентиляционный канал в жилое помещение. Особенно часто такая ситуация возникает, когда рядом с тем же водонагревателем с открытой камерой сгорания устанавливается мощная газовая вытяжка. Что происходит? Происходит такая история, как обракидывание тяги. То есть работает проточный водонагреватель, включается вытяжка, что-то там парят на газовых плитах. И угарный газ, который должен выходить под естественной тягой в атмосферу через систему дымоудаления, он идет в квартиру. И в результате получается, что люди могут отравиться угарным газом. Отступать от требований нормативов ни коммунальщики, ни газовики не намерены. Весьма вероятно, что им необходимо проводить более активную разъяснительную работу и чаще встречаться с населением. Однако очевидно и то, что их настойчивость начинает давать положительные результаты. Правда, в разных районах Гомеля ситуация пока отличается достаточно значительно. Если в Советском районе акты пригодности получены более чем на 99% дымовых и вентиляционных каналов, то в Центральном на 51%, а в Новобелецком вообще на 44%. Чтобы исключить нанесение ущерба здоровью в жизни наших граждан, газоснабжающая организация вынуждена прибегать к непопулярным мерам. То есть в случае отсутствия доступа, в случае несвоевременной проверки дымовых и вентиляционных каналов, газоснабжающая организация и невозможности отключить данное газоиспользующее оборудование, газоснабжающая организация прибегает к отключению подъездов и даже в целом жилых домов. Олег Сенцюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели.